По Ударской области порядка 40 средних и высших учебных заведений. Из них больше 20 готовят ремесленников. Приртышье – кузница кадров для технической и промышленной отраслей нашей страны. Профильные колледжи выпускают высококлассных специалистов, востребованных на заводах и предприятиях Казахстана. В 2020 году, поступая в колледж, Владислав Бондаренко совсем не ожидал, что спустя 4 года его признают лучшим мастером в нашей области по сессарному делу. В этом году он выиграл конкурс WorldSkills в своей компетенции. На протяжении всего соревнования сохранял осторожный оптимизм. Сомнения были, сомневались постоянно, но то, что можно многому научиться, это опыт, жизненные ситуации, с ними надо сталкиваться и проходить их. И это для себя, для своего саморазвития. WorldSkills International – международная ассоциация. Основана в 1946 году с целью популяризации рабочих профессий через проведение международных соревнований. Им принадлежит идея Олимпиады для рабочих рук WorldSkills. Победа в таком конкурсе, пусть даже на региональном уровне – это большое признание. Это значит, что я знаю по своей специальности, могу работать, получать достойную зарплату, идти по карьерной лестнице, путешествовать по миру и узнавать много нового. Это опыт. Да, такие состязания могут обеспечить и в жизнь путевку, и возможность увидеть мир. Благодаря одному из конкурсов год назад Владиславу удалось побывать в Китае. Родина шелка, несомненно, лидер современных технологий. В Китае ездили, проходили двухнедельную стажировку. Неделя была в стажировке слесарное дело, неделя была сварочная. У нас были экзамены. Мы прошли экзамены по слесарному делу, где хорошо защитились, и по сварочному. В Китае было очень прекрасно, новейшее оборудование. Студенты очень вовлечены в это. Мы решили не отставать от них и тоже были рады, что там поучиться. Такие успехи не случайны. Владислав – выпускник учебного заведения, которое воспитывает чемпионов. Его студенты не раз становились победителями и призерами областных и республиканских соревнований. Сегодня мы расскажем про Павлодарский машиностроительный колледж. Это учебное заведение практикует дуальное обучение, благодаря чему студенты могут закрепить теоретические знания на практике. История Павлодарского машиностроительного колледжа началась в конце 60-х – начале 70-х годов. В это время в Советском Союзе активно развивалась промышленность. Павлодарский тракторный завод был одним из ключевых предприятий региона, и потребность в квалифицированных кадрах для работы была очень высокой. Поэтому в 1969 году министр тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР принял решение открыть при заводе Рубцовский машиностроительный техникум. Через пять лет учебное заведение было реорганизовано – Павлодарский вечерний машиностроительный техникум. В связи с ростом производств наблюдался дефицит специалистов, поэтому студенты днем работали, а вечером учились. Это было подобие сегодняшней системы дуального обучения. Только теперь машиностроители учатся и работают исключительно днем. Одна часть недели проходит в классе и посвящена теоретическим знаниям, другая – практики непосредственно на производстве. У нас основное идет дуальное обучение. Есть студенты именные стипендии, которые получают дуальное обучение. Это те студенты, которые в наших предприятиях работают и учатся. Где-то в пределах 110 человек таким образом дуальное обучение обучаются. И именные стипендии есть, которые дает предприятие. Это около семи студентов, которые получают именные стипендии. Так выпускники покидают колледж и с дипломом, и с опытом работы. Такие специалисты очень востребованы на наших заводах. Конечно, нас радует, что после окончания наши студенты трудоустраиваются на наших городообучительных предприятиях. Они являются нас социальными партнерами, конечно. Трудоустройство в основном идет на 87%. Но каждый год где-то 87% мы трудоустраивание закрываем. Вообще, проектная имущество в нашем учебном заведении – 550 мест. А так, 357 студентов у нас обучаются. Но этого нам достаточно пока. Но, конечно, маловато. Мы каждый год этот вопрос, профилитационную работу, мы ведем. Но таким образом она поступает. Но и в этом году тоже неплохо набрали. Колледж гордится своими педагогами, многие из которых работают в нем более 10 лет, передавая накопленный опыт все более новым и новым поколениям машиностроителей. Один из таких учителей – Канат Куспеков, преподаватель специальных дисциплин с 10-летним стажем работы. Благодаря многолетнему опыту не только с легкостью обучает учащихся формовать и лить, но и привносит свою лепту в улучшение учебного процесса. За это время колледж претерпел значительные изменения. И никто лучше не расскажет об этих преобразованиях, чем сам Канат Маратович. Он сильно поменялся, когда 10 лет назад, это было в 2014 году, в сентябре. Я же инженер по профессии, я пришел с завода, с КСП-стил. И уже когда пришел, здесь как-то уже было, да, организовано, все занятия велись. Но велись, такого насыщения оборудования тогда еще не было. Лаборатории только развивались. Вот это все, что вы здесь видите, все оборудование, это большей частью приобрелись за последние 10 лет. То есть изменения колоссальные. Качество образования, программа образования очень сильно изменилась, оборудование. Изменения, которые произошли за последние 10 лет, не могли не сказаться на результатах работы учебного заведения. Благодаря новому оборудованию и программе обучения, качество подготовки студентов значительно возросло. Колледж достиг своего статуса, авторитетного, да, статус повысился гораздо, предприятия наши дали более, так скажем, лучше или, скажем, благословеннее относиться и набирать наших студентов. Именно не только по рабочей специальности, многие студенты с каждого курса, ну как минимум, ну минимум, да, среднего, 2-3 человека идут на инженерной должности. Это редкость, это не всегда так было. Преподаватель и сам не стоит на месте, постоянно повышая свой профессиональный уровень. Он признанный в Приртышье автор учебных пособий и программ. Ноголетний педагогический стаж, самоотдача и непомерная любовь к своему делу помогли получить Канату Куспекову награду из рук главы региона. Теперь в копилке личных достижений у преподавателя нагрудный знак за вклад в образование нашей области. Благодарность, радость, конечно, приятно, что Акимат нашей области высоко оценили мой вклад в образование по Владимирской области. Для учеников такие педагоги становятся настоящим примером. Смотря на Каната Маратовича, выпускник Владислав, уже достигший больших побед, продолжает повышать свои профессиональные амбиции. Я хочу поступить на высшее. В будущем, я думаю, мне это все пригодится. Я вот работаю, хочу дальше работать, подниматься по карьерной лестнице, чтобы у меня все было, разносторонний человек, чтобы все мог добиваться всех своих целей. Еще один выпускник Асылхан Багим также черпает вдохновение у своих наставников. Проработав несколько лет на алюминиевом заводе и окончив университет, он решил вернуться в родной колледж уже в качестве преподавателя. Так как в этом колледже мне нравится, тут преподаватели мои, которые мне преподавали, сейчас вот они мои коллеги, в этом колледже мне нравится, я здесь чувствую себя очень хорошо. Так педагогов учебного заведения почитают и на областном уровне, и на уровне колледжа. Ученики, равняясь на своих преподавателей, стремятся накопить большой багаж знаний и поделиться им с другими. Благодаря многолетнему опыту, инновационным подходам и тесному сотрудничеству с предприятиями, Павлодарский машиностроительный колледж готовит профессионалов своего дела. Его выпускники не раз доказывали свою конкурентноспособность и высокие навыки, побеждая в конкурсах и успешно работая на предприятиях нашего региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова